Всегда ли дипломатам нужно быть дипломатичными? По всей видимости, нет, если посмотреть на действия некоторых высокопоставленных лиц в США. Возьмем, к примеру, бывшего госсекретаря Хилари Клинтон, которая открыто поддерживала убийство ливийского лидера Муамара Каддафи. Или, например, Сьюзан Райс, известная своим грубым поведением. Будучи постоянным представителем США при ООН, она назвала призыв России расследовать смерть мирных жителей в Ливии, цитата, дешевым лживым трюком. Теперь Райс занимает пост советника президента США по вопросам национальной безопасности. Нынешний пост пред США при ООН также не гнушается ни дипломатичными действиями. На этих фотографиях Саманта Пауэр оскорбляет своего российского коллегу. Разве это допустимо? Не думаю, что в последние десятилетия у США была необходимость вести себя дипломатичнее, вежливее или уважительнее по отношению к другим странам, поскольку они продолжают считать, что обладают абсолютной властью. И безусловно, некоторые американские чиновники не могут удержаться от открытого участия в политической деятельности других стран. Мы помним, как Виктория Нуланд появилась на улицах Киева, чтобы поддержать протестующих. Она является помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. При этом Нуланд не посещала ни Грецию, ни Испанию, ни Италию во время протестов против мер жесткой экономии. Она также прославилась ругательствами, да, самыми недопустимыми выражениями в адрес партнера Вашингтона ЕС. Они любят делать остроумные, или, как они думают, остроумные комментарии, которые могут быть в высшей степени неуважительными и оскорбительными для других крупных держав и мировых лидеров. Конечно, в США есть дипломаты, которые понимают, что интересы разных стран могут не совпадать, что конфликты возможны, но без уважения вряд ли можно найти решение. Было бы лучше, если бы таких людей было больше на высоких постах.